Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Девушки отдыхают. И именно об этом мы будем говорить в следующие пару вечеров, потому что Бог начал говорить со мной о том, насколько важно уделять время развитию духовной жизни. И чем больше времени мы уделяем, тем больше мы духовно развиваемся. Чем меньше времени мы уделяем, тем меньше мы развиваемся. Время является определяющим фактором. Не Бог определяет, а то, насколько мы заинтересованы в развитии нашей молитвенной жизни, в духовном развитии, в развитии нашей веры, в том, чтобы научиться течь в духе, следовать за духом. Этим духовным вещам нужно уделять время. И именно об этом Бог начал со мной говорить. Он напомнил мне о том, что произошло в жизни Папы Хегена. Было время, когда Папа Хеген много разъезжал и отсутствовал месяцами. А домой возвращался только на короткое время. И когда он приезжал домой из поездок, всегда было много накопившихся дел, с которыми нужно было разобраться. В служении, дома, личных дел. И понятно, что когда он возвращался домой, на нем была очень большая нагрузка. И вот, он вернулся домой после одной из поездок. День шел, как обычно. Он занимался всеми необходимыми личными делами, делами по дому. Но с ним постоянно происходило одно духовное явление. У него постоянно возникало ощущение, словно его физически выбрасывает из машины. Вы скажете, я не понимаю этого. Ну, это духовные вещи. И иногда, когда ощущаешь что-то в духе, ты даже как будто реально чувствуешь это на физическом уровне. Хотя это происходит в духе. И у брата Хеггена постоянно возникало ощущение, что его выбрасывает из машины. И он не знал, что это значит. А это ощущение приходило к нему несколько дней. Он пробыл дома недолго, и ему снова нужно было отправляться в путь. А мама Хегген в этот раз ехала с ним. Они сели в машину, собираясь отправиться в очередную поездку. И папа Хегген повернулся к маме и сказал, пристегнись. И я не знаю, помните ли вы, но много лет назад никто не пристегивался. Ремень и найти-то было невозможно. Он был запихан где-то между креслами. Никто даже не знал, что это такое. Он просто мешался, и его запихивали под подушку кресла, чтобы не путался. Люди очень редко пристегивались. Поэтому было необычно, что папа Хегген сказал ей пристегнуться. Вы помните в детстве, что служило вам ремнем безопасности? Вы сидели рядом с мамой, и мама выставляла свою руку перед вами. Это и был ваш ремень. Когда вы подъезжали к светофору, она просто выставляла руку и держала вас. Это и был ремень в нашем детстве. Поэтому, когда папа Хегген сказал маме Хегген пристегнуться, она не поняла, почему. И она сказала, мы же не пристегиваемся, с чего ты вдруг хочешь, чтобы я пристегнулась. И он сказал, меня постоянно посещает такое ощущение, словно меня выбрасывает из машины, и я не знаю, что это. Так что, поскольку я не знаю, о чем это, просто пристегнись. И они пристегнулись, поехали в одну церковь проповедовать, и были там несколько дней. После нескольких дней проповеди, брату Хеггену позвонили из дома. Его сын позвонил ему и сказал, папа, твоя племянница, это была дочь сестры папы Хеггена, попала в аварию. Ее выбросила из машины, и она погибла. И, конечно, когда папа Хегген услышал это, он осознал, так вот, что я тогда улавливал. Я ощущал, что кого-то выбрасывает из машины, но тогда он не знал, что это значило. Относилось ли это к ним или к кому-то другому, поэтому они просто приняли меры предосторожности и пристегнули ремни. Но оказалось, что речь шла о его племяннице. Ее выбросила из машины, и она погибла. А она была так молода, ей не было еще и 30. У нее были маленькие дети, и вот дети потеряли маму, муж потерял жену, семья потеряла родственницу. И Дух Божий проговорил папе Хеггену и сказал, «Дух мой вел тебя разобраться с этой ситуацией, чтобы не дать этой аварии произойти. Но поскольку ты не уделил достаточно времени Духу, ты пропустил это водительство». Заметьте, как он это сказал. «Поскольку ты не уделил достаточно времени Духу, ты пропустил это водительство». Вы понимаете, что папа Хегген ощущал это выбрасывание из машины. Он это ощущал, но Бог сказал, что он все равно пропустил водительство Духа. Просто ощущение чего-то не означает победу. Просто ощущение чего-то не значит, что то, что должно измениться, изменится. И заметьте, Бог сказал папе Хеггену, причина, по которой ты пропустил это водительство Духа, в том, что ты не уделил достаточно времени Духу. Раз уж Бог сказал, ты не уделил достаточно времени, что же должен был сделать папа Хегген, чтобы уделить время? Папа Хегген говорил, «Когда я ощутил это, я должен был просто оставить все и начать молиться в Духе и спрашивать Бога. Я ощущаю вот что, что это значит, что мне с этим делать, как мне с этим разобраться». Но, поскольку я был занят делами, которые обычно лежали на мне, я не уделил этому времени. И он рассказывал, что из-за того, что он не уделил этому времени, погиб член семьи. Такое последствие. Это то, о чем нам говорил Кенниен. Как много бывает потерь, когда мы не занимаем свое место. Потому что Бог хочет использовать каждого из нас, чтобы мы помогали друг другу, защищали, поддерживали кого-то в молитве, говорили в чью-то жизнь. И если мы не займем свое место в молитве, жизнь какого-то человека, который в этом нуждается, будет обворована. Если мы не займем свое место. Вот почему я хотела, чтобы мы все это услышали. И я уделила столько времени чтению книги Кенниена, потому что она нам ясно дает понять, как важно и необходимо нам занять свое место. А не просто занимать кресло на церковном служении. Да, важно приходить в церковь. Да, нам нужно быть в ней. Но мы в ней для того, чтобы научиться лучше занимать свое место в теле Христа и в семье поместной церкви. Итак, духовные вещи требуют времени. И Бог сказал папе Хейгену, ты пропустил это водительство духа, потому что ты не уделил достаточно времени духу. Итак, обратите внимание, бывает, мы можем что-то чувствовать. Но то, что мы что-то чувствуем, еще не значит, что у нас есть победа в этой ситуации. Даже когда мы чувствуем приближение перемен. Я знаю это на личном опыте и на опыте служения. Я ощущала, приближаются перемены в служении, приближается новый уровень или новая фаза служения. И я это ощущала. Но просто ощущение не значит, что вы совершите переход в то, что вы ощущаете. Когда мы ощущаем перемены, нам нужно обязательно уделить время в духе, чтобы это промолить. Потому что, если мы это не промолим, то, что мы ощущаем, может не исполниться. Папа Хегген ощущал, что его выбрасывают из машины. Бог хотел остановить и предотвратить то, что он предчувствовал, предотвратить это событие. Но поскольку Папа Хегген не уделил время молитве об этом, он не разобрался с этим надлежащим образом. Мы можем ощущать, что что-то произойдет в нашей семье, что нам нужно начать бизнес, что нам, возможно, потребуется сделать шаг веры. Но если мы не уделим время, чтобы промолить все это, мы можем упустить и не войти в то, что, как мы ощущаем, Бог нам предлагает. Уделять время очень важно, потому что иначе мы можем дорого поплатиться. В ситуации Папы Хеггена ценой была жизнь родственницы. Это может стоить финансов, это может стоить взаимоотношения с детьми. Потери могут быть самыми разными, если мы не займем свое место. Нам нужно уделить время. Я расскажу вам об одном случае. Как-то много лет назад я молилась лежа в кровати просто перед сном. И я молилась в духе уже около получаса. Когда посреди молитвы я получила то, что Папа Хегген называл мини-видением. Мини-видением. То есть перед вами не раскрывается полная панорама, а просто вспышка чего-то. И в этой вспышке видения я была на улице возле незнакомого мне дома. И на подъезде к дому стоял серебристый внедорожник. И я увидела, как ребенок вышел из дома и зашел за тот серебристый внедорожник. Я не знала этого ребенка. Я даже не могла различить его лицо. Я лишь видела силуэт ребенка и знала, что ему около года. Вы спросите, откуда ты это знала? Ну, когда вы в духе, вы просто знаете что-то без того, чтобы вам говорили об этом. Это просто часть откровения, которую вы получаете. И я знала, что этому ребенку было около года, он очень некрепко держался на ногах, выходя из дома. И я увидела, как он зашел за серебристый внедорожник и, присев на корточке, там с чем-то игрался. И в том же самом сценарии, который передо мной разыгрывался, я увидела, как из дома вышел мужчина, сел в этот внедорожник, не зная, что за ним ребенок. Он сел в машину и сдал назад туда, где был ребенок. В этот момент все прекратилось. Я лишь увидела, как внедорожник сдал назад. Я не видела, как он наехал на ребенка. И мне так дорого, что когда Бог что-то показывает, Он не показывает то, что травмировало бы нас. Или показывает таким образом, чтобы не травмировать нас. Он не показал мне саму аварию. Я просто увидела, как машина сдает назад, и я предположила, что произойдет. И когда я увидела это, я не просто сказала, «Вау, я такое увидела». Нет, я уделила время в духе. Послушайте, люди думают, «Ну, ты видела это, потому что ты проповедник». Я видела это не потому, что я проповедник. Я видела это, потому что я уделила время молитве в духе. Если вы уделите время молитве в духе, вы увидите то, что не увидели бы, если бы не молились в духе. И когда я это увидела, я не продолжила просто молиться в духе. Я знала, что с этим необходимо разобраться. Никто мне этого не говорил, но у меня просто возникло ощущение, «Возьми власть над этим». Я не услышала голос, «Возьми власть над этим». Я просто знала, что Бог показал мне это, чтобы я что-то сделала. Когда Бог вам что-то показывает, Он это делает не просто, чтобы вы могли сказать, что вы это увидели. Он показывает вам что-то, чтобы вы что-то сделали. Помните, что Иисус сказал, «Я делаю только то, что я видел Отца Творящим». Когда Он видел что-то, Он это делал. Он не просто говорил «Я увидел», Он действовал, Он исполнял, Он делал то, что видел. Итак, когда я увидела эту ситуацию, что ребенка собирается переехать в машину, я сделала что-то. Я не просто пересказала мужу, «Слушай, я только что кое-что увидела». Нет, я что-то сделала. Я не начала молиться на языках. Я начала брать власть на английском, на моем родном языке. И я сказала, «Дьявол, убери свои руки от жизни этого ребенка. Смерть, убери свои руки от жизни этого ребенка». И я призвала Божьих ангелов окружить этого ребенка, чтобы защитить и сохранить его, на руках понести его, да не приткнется камень ногою своею. Я произнесла эти слова и сказала, «Во имя Иисуса». Вот, по сути, и все, что я сказала. Я использовала свою власть. И, сделав это, потом я недолго помолилась в Духе. Зачем я еще молилась в Духе? Не для того, чтобы разобраться с этой ситуацией. Я молилась в Духе, чтобы посмотреть, не хочет ли Бог, чтобы я еще что-то сделала. Поймите, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит Духом. Так говорит нам Слово. Обратите внимание, когда вы говорите на языках, вы не говорите дьяволу, вы говорите Богу. Так что, если бы, увидев это видение, я подумала, я просто буду молиться в Духе об этом, я не разобралась бы с дьяволом, говоря на языках. Не так нужно разбираться с дьяволом. С дьяволом нужно разбираться при помощи своей власти, говоря ему, говоря Слово Божье ему со властью. Иисус сказал применять власть. Он сказал наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. Вам нужно что-то делать. Нужно применять власть. Он сказал себе, даю вам власть. Я даю вам силу, чтобы наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. Власть мы применяем не молитвой на языках. Спасибо Богу за молитву на языках. У молитвы на языках есть своё место, но она не заменит применение нашей власти. Если бы я просто помолилась на языках, исход этой ситуации был бы другим для ребёнка, но я взяла власть. Как я уже сказала, после того, как я взяла власть на ситуации с ребёнком, я молилась в духе, чтобы посмотреть, нужно ли мне ещё что-то сделать по этому поводу. И помолившись в духе, я ничего больше не почувствовала, так что я пошла спать, поблагодарив отца за его божественную помощь в этой ситуации. У меня было такое чувство, потому что чаще всего, когда за кого-то или за что-то молишься, потом так и не знаешь, чем всё закончилось, так никогда и не услышишь об этом. Но у меня было такое чувство, что я услышу что-то об этом. Несколько месяцев спустя, примерно три месяца спустя, я рассказывала в нашей церкви о том, что я видела, и учила о том, как поступать в таких случаях. И тут молодая женщина встала и перебила меня во время служения. Она сказала, «Пастор Нэнси, можно я вам что-то расскажу?» Я ответила, «Конечно». Она сказала, «Я посещаю служение вашей церкви на неделе, потому что я член другой церкви, которую я посещаю в воскресенье, но мне слишком далеко туда ехать на неделе, поэтому посреди недели я приезжаю на служение в вашу церковь. Она говорит, «Я нянчу внуков моего пастора». И месяц назад мы праздновали Рождество у него дома. Там были его внуки и также все работники церкви. И мы не знали, что его однолетний внук вышел через парадные двери дома на парковку к серебристому внедорожнику. И один из работников церкви уезжал пораньше с праздника, и он не знал, что там был ребенок, потому что было темно. Дело было к вечеру, было темно. Он не видел ребенка. Он сел в серебристый внедорожник, сдал назад и понял, что на что-то наехал. И он не знал, что это было. Какой-то садовый инвентарь, например, лопата. И он понял, что из-за темноты он не сможет разглядеть, на что он наехал. Поэтому он снова подал вперед. Поэтому ребенку. То есть машина переехала ребенка задним ходом, а потом второй раз, когда он подал вперед. И когда он вышел из машины и пошел назад за нее посмотреть, что там, он увидел внука пастора, лежащего там. Он понял, что переехал ребенка. И он увидел, что у него были следы шин на животе, на ногах. Вы представляете вес машины на теле однолетнего ребенка? А ребенок просто вскочил, совершенно невредимый, без боли, без последствий, и вбежал в дом и показал всем следы шин. Только представьте. Сила Божья настолько велика, и наша способность сотрудничать с Богом в молитве – одно из величайших благословений. Но если бы я только помолилась в духе, я бы не предприняла правильных шагов, чтобы с этим разобраться. Молитва в духе, то, что я уделила время молитве в духе, привела меня в то положение, в котором я могла увидеть то, что Бог хотел показать. Видите, Бог хотел остановить эту ситуацию. Он хотел предотвратить эту трагедию. Потому что этот ребенок, несомненно, погиб бы. Бог хотел вмешаться, но Ему нужно было найти кого-то, кто слушал, кого-то, кто был в Его распоряжении. Как нам быть в Его распоряжении? Уделять Ему время. И именно об этом Бог так много со мной говорил. О том, чтобы уделять Ему время. Проводить время в духе, чтобы развиваться. Уделять время молитвенной жизни. Проводить время в слове. Потому что без посвящения времени мы никогда не займем то место, которое Бог хочет, чтобы мы заняли в духовных вещах. В том, что нам доступно. Так часто люди задаются вопросом, почему Бог не вмешивается и не предотвращает какие-то события. Не забывайте, власть дана нам, как церкви, и нам принадлежит та же власть, что была у Иисуса на земле. Нам дано Его имя. Он сказал нам, «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Обратите внимание, ничто не повредит вам, когда вы наступаете на змей и скорпионов, когда вы используете свою власть. Но если вы не используете свою власть, вашу жизнь может вторгнуться, вашу жизнь может проникнуть то, что там не должно быть. Он также сказал нам, «Я даю вам ключи Царства Небесного, и что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небе». То есть Он, по сути, говорит нам, «Небеса вас поддержат». Если вы что-то свяжете, сила небес вас поддержит. Если вы разрешите что-то, сила небес вас поддержит. Многие люди заблуждаются относительно трагедии несчастья, потому что они ожидают, чтобы Бог вмешался, не дал им произойти, а Он ожидает, чтобы мы использовали свою власть, потому что у Него нет той же власти, что Он передал нам. Теперь это власть у нас. В 113 Псалме 24 стихе сказано, «Небо – небо Господу, а землю Он дался нам человеческим». Итак, Он говорит нам, что у Иисуса была власть, и Он передал ее нам. Теперь дело за нами. И если мы не будем правильно использовать эту власть, будет происходить то, что не должно, чего Бог не хочет. Поэтому, проводя время в духе, уделяя время развитию нашей молитвенной жизни, мы начинаем умело сотрудничать с Богом в молитве и в применении нашей власти. Какое-то время назад я на служении рассказывала ту же историю, которую я только что рассказала вам о ребенке, оставшемся невредимым, когда его переехал серебристый внедорожник. И после служения ко мне подошла женщина и сказала, «Пастор Нэнси, если бы я только услышала эту историю месяц назад». И я спросила, «Почему?» Она ответила, «Три недели назад мы похоронили моего трехлетнего племянника. И я сказала, «Расскажите, что произошло?» И она сказала, «Около трех недель назад, за пару дней до несчастного случая, я во сне увидела, как он тонет. И когда я это увидела, я просто начала молиться в духе. И через пару дней он утонул, и я не могла понять, почему он утонул, ведь Бог показал это мне, и я молилась в духе». И я ответила, «Причина в том, что вы не разобрались с этим в духе так, как говорит Писание. Писание говорит нам брать власть над дьяволом. Библия говорит, «Противостаньте дьяволу и убежит от вас». Она не говорит, «Молитесь на языках, и дьявол убежит». Мы уже цитировали слова Иисуса. «Се, даю вам власть наступать на змей-скорпионов». Когда что-то пытается нас укусить, змей и скорпионы пытаются укусить, ужалить, причинить вред нашей жизни. Действенное средство против них – это наша власть, а не молитва на языках. Не такова функция молитвы на языках. Тут нужно применять власть. И так она сказала, «Я молилась на языках, но ребенок все равно утонул. Если бы я знала то, чему вы сегодня учили, мой племянник все еще был бы жив». И я сказала, «Я понимаю, нам нужно учиться». Я помню свидетельство одного пастора. Работники его церкви вместе с его дочерью летели на частном самолете их служения. Это был не коммерческий рейс, а частный самолет. И при взлете пилот допустил ошибку. И он понял, что ему это уже не исправить. Он обратился к пассажирам. В самолете было около шести работников церкви и дочь пастора. Он повернулся к ним и сказал, «Самолет падает. Вам всем нужно молиться». Выжил только второй пилот, и он позже рассказывал. Когда пилот сказал нам, что самолет падает и нужно молиться, все в самолете начали молиться в духе. Все работники церкви, все начали молиться на языках. Я начал брать власть. И он единственный выжил. Нам нужно этому учиться. Когда мы растем в познании слова, обретаем навыки молитвы и понимаем разные роли, которые нам нужно выполнять в молитве, разные виды молитвы, применимые к разным ситуациям, мы становимся эффективными. Конечно, мы учимся этому через слово, но мы также становимся умелыми, уделяя время молитве. Молитва на языках так важна и настолько драгоценна, но нам нужно применять ее правильно. И я осознаю, что чем больше времени я уделяю молитве в духе, молитве на иных языках, тем больше я вижу, тем больше Бог способен мне показать. Молитвой я это не зарабатываю. Молитва в духе ставит меня в такое положение, в котором я могу что-то увидеть. Но когда я что-то вижу, я должна взять власть и разобраться с тем, что я вижу. Как я говорила, чем больше мы молимся на языках, тем дальше мы пойдем в духе. Если бы я приехала проповедовать в какой-то город, и пастор сказал бы, «Я хочу вам показать некоторые достопримечательности нашего города», а я бы ответила, «Замечательно, я с радостью посмотрю ваш город, и у меня есть на это 20 минут». Тогда он смог бы повести меня 10 минут в одном направлении и 10 в обратном. И за 10 минут я бы не очень много увидела. Но если бы я уделила больше времени и сказала, «Знаете что? Я могу посвятить 6 часов экскурсии. Тогда я могла бы потратить 3 часа на экскурсию в одном направлении и 3 в обратном. Я увидела бы больше. Почему? Потому что я уделила больше времени на то, чтобы что-то увидеть». И точно так же, чем больше времени мы уделяем Богу, чем больше времени мы уделяем духовным вещам, тем больше он может нам показать. Развитие требует времени, и нам нужно посвятить время развитию и росту в духовных вещах. Если мы посмотрим на спортсменов мирового класса, на музыкантов, плотников, электриков, художников, достигших вершин своей профессии, искусных мастеров, они стали искусными по одной причине. Они уделили время развитию этого навыка. Развитие в духовных вещах требует времени. Нужно время, чтобы научиться молиться. Нужно время, чтобы наполниться словом. Изучение слова требует времени. Возрастание в вере требует времени. Обновление ума требует времени. Все это требует вложения времени в развитие. Потому что неразвитый талант бесполезен. Обладание властью без развитого умения ее применять не принесет пользы никому. У нас есть благо и привилегии во Христе, но нам нужно уделить время развитию навыков применения того, что нам доверено. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.